Всем привет! Смотрите, как установить или сбросить операционную систему macOS на вашем Mac. Это может быть полезным в случае проблем с текущей установкой, а также при обновлении до новой версии. Существует в ряд причин, по которым вам может потребоваться выполнить чистую установку. Возможно, вы захотите переустановить операционную систему, чтобы исправить проблемы с вашим Mac. Чистая установка поможет при некорректной работе устройства. Ее выполнение позволит удалить старые файлы, которые могли накапливаться годами, прежде чем устанавливать операционную систему на только что отформатированный диск. Чистую установку также следует выполнять перед продажей или передачей Mac новому владельцу. Это позволяет вам удалить все ваши данные с Mac и вернуть его к заводским настройкам. Какой бы ни была причина, переустановка macOS может решить множество проблем. Как определить, нужна ли вам чистая установка системы? До недавних пор было полезно переустановить систему, если вы хотели исправить некоторые проблемы в работе Mac. Сегодня это решение не имеет особого смысла. Если вы ощутили проблемы в работе компьютера, достаточно просто сбросить систему без ее переустановки. Mac OS не может быть изменена никаким программным обеспечением, установленным пользователем. Поэтому переустановка системы может потребоваться только в том случае, если macOS не загружается. Существует несколько способов чистой установки macOS. Традиционным способом было создание загрузочной копии установщика macOS на USB на копюте, а затем переформатирование диска перед установкой операционной системы. Также существует еще более простой метод, который позволяет использовать macOS Recovery для переустановки операционной системы. Этот метод поможет восстановить работоспособность системы без наличия загрузочной флешки с macOS. Кроме того, если вы используете macOS Monterey или более позднюю версию на процессоре M1, M2 или Intel с чипом T2, в системных настройках есть опция, которая поможет сбросить систему без переустановки. Этот метод поможет получить чистую операционную систему. Это своего рода сброс системы первоначальному виду. Итак, сперва давайте разберем, как переустановить macOS с помощью загрузочной флешки. Перед началом убедитесь, что у вас есть резервная копия ваших данных. Это можно сделать с помощью тайм-машин или других методов. Также удостоверьтесь, что у вас есть доступ к интернету для загрузки необходимого образа macOS. Еще вам понадобится флеш-накопитель с емкостью не менее 16 гигабайт. Скачайте образ macOS из App Store. В поиске пишем, какую версию операционной системы нужно скачать. И жмем загрузить. Ждем окончания загрузки. Затем создаем загрузочную флешку с помощью терминала. Откройте лаунчпад программы другие терминал. В терминале введите следующую команду. Здесь нужно указать версию операционной системы. И далее указать имя накопителя, на который будет записан образ системы. Наш USB накопитель. И после нажмите Enter для продолжения. На сообщение о том, что накопитель будет очищен, для подтверждения введите Yes. По завершении подключите загрузочный USB накопитель к Mac, операционную систему которого нужно переустановить, и запустите его. Чтобы загрузиться с USB, зажмите клавишу Option. Пока не видите на экране выбор устройства загрузки. Выберите загрузку с USB накопителя. Если вы видите следующее сообщение, при загрузке с USB флешки, настройки безопасности не позволяют этому Mac использовать внешний загрузочный диск. Нужно настроить параметры безопасности. Для изменения параметров, нужно перезагрузить компьютер, и зажать сочетание клавиш Command плюс R. Далее в окне Recovery, откройте Utilities, Startup Security Utility. На этом этапе, вам может быть предложено ввести свой Apple ID или пароль Mac. Здесь установите отметку напротив Medium Security, и внизу Allow Booting from External Removal Media. Затем кликните по яблоку, и загрузите Mac с зажатой клавишей Option. После изменения параметров безопасности, вы сможете загрузиться со съемного устройства. Выберите загрузочный диск. Далее нажмите Install macOS, в моем случае Ventura, и кнопку Continue. Подтвердите лицензионное соглашение. Далее выберите диск, на который будет установлена система, и нажмите Continue. В процессе установки Mac будет перезагружен несколько раз, и в результате вы получите Mac с чистой операционной системой. Осталось лишь настроить его, выбрать регион, язык, раскладку клавиатуры и так далее. Данный способ также подойдет, если вам нужно установить более раннюю версию macOS, чем та, которая установлена на данный момент. Достаточно скачать подходящий загрузчик с App Store. Еще один эффективный способ перестановить macOS, использовать встроенный режим восстановления. Режим восстановления Mac, это специально разработанная функция, которая позволяет восстановить систему, даже если Mac не может загрузиться автоматически. Этот режим можно использовать для перестановки операционной системы, очистки MacBook, сброса настроек системы, восстановления данных из резервной копии Time Machine и так далее. Для начала выключите компьютер, затем удерживая клавиши Command плюс R для Intel Mac или кнопку питания для Apple Silicon, включите компьютер. Кнопки не отпускайте до тех пор, пока на экране не появится логотип Apple. После загрузки появится экран macOS Utilities, где вы сможете выбрать необходимую опцию Восстановление из резервной копии Time Machine позволяет восстановить систему и данные из ранее созданной резервной копии. Переустановка macOS позволяет переустановить операционную систему без удаления ваших файлов. Дисковая утилита позволяет проверить, восстановить или стереть диски и разделы на вашем компьютере. Приложение Safari при наличии подключения к интернету поможет найти дополнительную информацию на веб-сайте поддержки Apple. В режиме восстановления плагины и расширение браузера Safari будут выключены. Для подключения к интернету кликните по значку Wi-Fi в правом верхнем углу экрана, выберите сеть и введите пароль. Режим восстановления теперь должен быть подключен к интернету и если потребуется, вы сможете воспользоваться браузером или система сможет загрузить дополнительное установочное программное обеспечение. Далее, если перед установкой вы хотите полностью стереть данные с Mac, откройте дисковую утилиту. Чтобы стереть все данные, нужно удалить том Mac Windows HD. В зависимости от версии операционной системы, томов может быть несколько. Здесь главное не удалить загрузочный раздел. Обычно он занимает немного места и имеет соответствующее имя. После форматирования диска нажмите Command плюс Q, чтобы вернуться в окно утилиты восстановления, а затем жмом переустановить macOS. Если вы не хотите стирать диск, можно сразу нажать переустановить macOS для запуска процесса. Нажмите Continue, подтвердите лицензионное соглашение. Далее выберите диск, на который будет установлена система и нажмите Continue. Процесс переустановки может занять некоторое время. По завершении вы видите окно входа в систему. Теперь у вас есть полностью чистая macOS. Этот способ также поможет восстановить работоспособность системы, если возникли проблемы с ее загрузкой. Следующий способ получить чистую систему, стереть все содержимое и настройки в системных настройках вашего Mac. Данная опция доступна в версиях macOS Monterey или Ventura и более поздних на Mac M1, M2 или Intel Mac с чипом Т2. Для Mac без чипа Т2 воспользуйтесь предыдущим способом. Прежде чем начать сброс системы, рекомендуется создать резервную копию на случай, если что-то пойдет не так. Для очистки операционной системы, например, macOS Ventura, откройте настройки системы, перейдите в раздел Общие и здесь нажмите Перенести или сбросить, а затем стереть все содержимое и настройки. Система запросит ввести пароль в вашей учетной записи. Введите пароль, затем нажмите Unlock и Continue для продолжения. Далее появится окно с предупреждением о том, что все ваши данные будут удалены. Для подтверждения нажмите Erase all content and settings. В результате компьютер несколько раз перезагрузится и после загрузки вы видите окно активации Mac. После успешной активации кликните по кнопке Restart и после повторной загрузки на экране отобразится окно приветствия. На этом этапе вы сможете настроить систему как на новом устройстве или просто завершить работу, ставить его на этом этапе для настройки другим пользователям, если сброс делался под нового владельца. Итак, мы рассмотрели несколько способов переустановки macOS. Это может быть как сброс или полная переустановка. Процесс установки довольно прост и может быть осуществлен даже пользователями без специальных навыков. Главное, четко следовать инструкции. И прежде чем приступать к процессу установки или сброса, не забудьте о резервной копии. В дальнейшем это поможет избежать потери важных файлов. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса, начиная от установки системы, ее настройки и исправления возникающих проблем и ошибок, и заканчивая оптимизацией работы мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. Чистая установка системы может решить различные проблемы в работе Mac, улучшить производительность и предоставить полностью чистую систему для работы. Но прежде чем приступать к установке системы, рекомендуется начать с ее очистки. Возможно, это поможет решить вашу проблему. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!